Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, главарь Е. Смотри. Смотри, в данном случае, говорят мудрецы, имеется в виду пойми, в смысле возьми в толк, разберись, ну немножечко, это самое главное в своей жизни. Ты уделяешь время чему угодно, но разобраться в том, куда идешь, куда идет твоя жизнь, иногда не хватает времени. Может случиться, что вообще англигиозные люди, общаясь с людьми далекими, которые будут говорить о преимуществах духовного, просят оставить какую-то часть материального, чтобы увеличить духовное, скажут, слушай, что ты понимаешь, сядь в машину за 100 тысяч долларов, проведи время нашей компании и так далее. Поэтому и Маше говорит, Маше, великий человек, богатейший человек своего времени, говорит, я не просто говорю со стороны, я знаю, что говорю. Я, кстати говоря, забыли про великих, я тоже могу подтвердить, я уже много раз это говорил, я знаю самых богатых людей, знаком с ними, я не вижу счастья в этом. Да, это чудесно иметь средства, но 99% этих людей никак не зависели потом, я думаю, что они много поменяли. Смотри, я предлагаю вам сегодня раскрыть глаза и смотреть. Это, кстати, не благое пожелание, не советы, даже не просьба, это заповедь, повеление. Всевышний устами пророка требует, не будь слепым, не будь невежеством, научись отличать духовное от материального, добро от зла, проклятие от богословения, смерть от жизни. Научись, сядь немножко, подумай, самым главным, продолжение этой заповеди, избери жизнь в конце, обращено к тем, когда ты уже все-таки чуть-чуть сбросил перенос глаз. Теперь пойми правильно, что если слепота духовная, это несчастье, слепота физическая, это ничего по сравнению с этим, это неудобство. Написано, души не бывают слепых. Смотри, я ставлю перед вами сегодня благословение в первую очередь. Написал Давид Рабиакоин, что сегодня самое главное слово в этом предложении. Это учит нас тому, что все распространяется на нас, это для нас, обращается прямо к нам. Человек способен изменить, каждый день измениться в течение одного дня и перейти с пути проклятия на путь благословения, что еще надо. Еще раз говорю, слово рье, это очень много можно об этом говорить. В переводе на русский язык это вообще-то смотри, смотри. Не просто выбери, вникни, но чтобы смотреться, необходимо немножко освободить свой разум. Мы заполнили его всякими идеями, измами, которыми нас пичкали с детства, а мы еще добавили. Надо выбрать, куда идешь. Вот представьте себе, человеку нужно попасть в Иерусалим. Он пришел на автобусную станцию и видит автобус в Иерусалим, старенький такой, обшлэмпанный. Остались только сидячие места. А вдруг на Хайфу едет великолепный новый автобус, сидячие места дешевле. Ну разве он поедет по нему? Он должен спросить, куда он хочет ехать в первую очередь. Так и у нас в жизни. Есть важнейшее правило, которое у нас учит Хазон Иш. Люди думают, что уверенность в Боге, это уверенность в том, что все будет хорошо. Если существует два возможных сценария, обязательно будет Лей лучший. Ведь Бог нас любит, по-другому быть не может. Иначе зачем вообще на него полагаться? А если допустить, что худший сценарий, так не, не, такого не будет. Это не бетахон, это не уверенность в Боге. Может стать хорошо, а может стать не очень хорошо. Успех возможен наряду с провалом. Мы не знаем, что нам предназначено и для чего это все нам. Мы хотим только положительного результата, иначе начинаем впадать в депрессию или неверие. Можно заработать, можно потерять, можно выздороветь, не выздороветь. За каждым углом нас ждет целый ворох возможных событий. А вот что такое бетахон тогда получается? Уверенность, что что бы ни произошло, первое, не случайно. Любое событие от Всевышнего. И то, что кажется нам хорошим, может оказаться плохим. И то, что кажется плохим, часто в конце приносит что-то хорошее. Нам никто не обещал, что будет легко. Люди вот здесь вот сильно путаются. Никто не говорил, что будет безоблачно, хорошо. Главное верить, что наше хорошо не обязательно ни для Бога, ни для нас. Понимаете, как бы успех приходит с хорошей зарплатой, с хорошими предложениями, с оплаченной работой, с удачной клиентурой. Это каналы, а не источник. Если положиться только на каналы, они могут в секунду рассыпаться в наших руках. Надо положиться на источник жизни, надо понять, что все, что не делается, это так лучше. А вот тогда да. У нас свободный выбор. Здесь речь идет о свободе выбора. Выбери благословение или проклятие. И очень просто. Жизнь по законам Торы это есть благословение, а другой путь проклятие. Что слова эти означают? Посмотрите. Корень слова «браха» состоит из трех букв. Их числовые эквиваленты 2, 200 и 20. То есть все время все три буквы корня удвоения. Таким образом, смысл слова «браха» это увеличение, рост, успех. Ну, короче, благословение. Путь Торы уже благословение. Что бы ни случилось с человеком на этом пути. Вот так определяет этот путь Всевышний. А корень слова «браха» состоит из букв. Эти корни образуют две слов, которые легковесные. В переводе с евреи так «браха» это легкие. Калининг это легковесный. И это вот имеет в виду Тора, когда говорит о двух путях человеческой жизни. На одном «браха», увеличение успеха. И главное, что успех души, потому что это главное. А на другом легковесность жизненных результатов, человеческих деяний. Это пушинка, одуванчик. Выбери благословение, чтобы ты жил. Вот что нам говорит. Это вдуматься, выбрать благословение. Вот это нужно человеку. Браха вы от слоха. Выбери браху.